В третьей игре домашней серии Тверской Динамо вновь принимала команду из Казахстана. 19 сентября на лед спорткомплекса «Юбилейный» вышла торпеда из Усть-Каменогорска. О результатах встречи расскажем в сюжете прямо сейчас. Первый период запомнился тем, что Динамо дважды имело численное большинство. Но ворота гостей остались нераспечатанными. Счет после первого периода 0-0. Не получилось прежде всего забросить. Были попытки в большинстве, не реализовали. Очень много потерь. Надо исключить потери и больше играть в зоне соперников. Счет был открыт в середине второй 20-ти минутки. Торпедовец Александр Тарасов в одиночестве прокатился по пятаку и повторным броском переиграл Игоря Тяло. Динамовцы отыгрались на 39-й минуте. Роман Кобелев щелкнул от синей линии. Максим Сидоров этот бросок отразил. Но справиться с добиванием Виктора Пластинина, голкиперу команды из Усть-Каменогорска было невозможно. Заключительный игровой отрезок начался с ничейных цифр 1-1. Передерживали шайбу немного. Надо было сразу ее в среднюю зону выкидывать. Так как соперник давил, надо было отдышаться, но не повезло. Ключевое событие произошло на последней секунде 58-й минуты. На штрафную лавку отправился Георгий Бусаров. И торпедовцы получили преимущество в одного игрока до финальной сирены. Однако защитники «Динамо» и Игорь Тяло выдержали натиск и перевернули игру в овертайм. При игре в формате 3 на 3 хозяева организовали два опаснейших момента. Но победителя этого поединка вновь определила лишь серия после матчевых бросков. Точнее оказались хоккеисты торпеда. Следующий матч на льду юбилейного «Динамовцы» проведут в субботу, 21 сентября, с новогузнецким «Металлургом». Телеканал «Тверской проспект. Регион» будет вести прямую трансляцию матча. Не пропустите.